А что касается, допустим, газировок с пометкой 0, там сахар есть или нет? Что касается газировок с пометкой 0, значит, сахара там нет, там есть заменители сахара, и с заменителями сахара история следующая, значит, в целом очень долго считалось, что они абсолютно безопасны, значит, сейчас ситуация получается чуть более сложная, потому что стали находить эффекты, значит, хитрые, да, то есть в норме, когда человек толстенет, это происходит за счет того, что у него жировые клетки увеличиваются в размере, потому что внутри, значит, запасается в каплях, соответственно, там есть каплики всякие разные, да, визикулы внутри клеток, в этих визикулы становится больше, там накапливаются, значит, жирные кислоты, и клетка за счет этого увеличивается в объеме. Это нормальный как бы путь. Недавно стали появляться данные, что некоторые заменители сахара приводят к тому, что они, соответственно, клетки жировые заставляют идти по другому пути, когда клетки делятся, да, и образуется больше клеток, с таким ожирением справиться намного крупнее. Значит, сразу сделаю поправку, что когда эти исследования стали появляться, сразу начала появляться критика, что вообще-то исследования эти были недобросовестные, и сейчас это находится в той стадии, когда мы не очень знаем, да, то есть, строго говоря, убедительных данных, что как бы это плохо, их нет, есть неубедительные данные, но это повод на всякий случай как бы, ну, задуматься. Но в любом случае есть еще один, который раньше не учитывали, сейчас известно, что рецепторы к сладкому, они есть, соответственно, не только во рту, да, и они, соответственно, влияют не только на, как бы, вкус еды, но их стали обнаруживать и в кишечнике, где они влияют на какие-то метаболические уже процессы, и это тоже не очень изученная история, и поэтому тоже на всякий случай как бы рекомендуется аккуратно, значит, с этими заменительными сахарами работой. Но еще раз, как бы, подтвержденного вреда все равно еще нет. А антибиотики, если плосочный пропил, то как потом помочь и восстановить все? Никак. А пробиотики? Пробиотики абсолютное большинство не проходит через желудок. Они, значит, а те, которые проходят желудок, они самуются следующей проблемой. Ну, значит, здесь есть два момента. Если действительно жесткий дисбактериоз, да, вот именно прямо уже диагностированный жесткий дисбактериоз, то в таком случае, кажется, они еще могут помогать, да, когда у вас других бактерий там нет. Если у вас другие бактерии там есть, они свою нишу заняли. Туда в эту нишу, там тесно уже, да, там туда не пробиться. Соответственно, те новые бактерии, которые даже проходят через желудок, они, соответственно, просто так дальше и мертвые выходят через вашу пищеварительную систему, примерно как с, ну, то есть в большинстве случаев это примерно как с витамины, да. Способ сделать, как бы, ваши отходы вашей жизнедеятельности более дорогими, да. Вот, ага. Да, ведь, значит, просто есть отдельно таблетки, когда вам рекомендуют часто вместе с тигеотиками. Возьмите еще какой-то лекарств. Так, вот в 99% случаях оно не нужно, да. Если, как бы, не начались непосредственно симптомы дисбактериоза, который вам диагностировал, значит, нормальный врач, потому что, строго говоря, такое заболевание, как дисбактериоз, существует только в российском медицинской системе, да. В других его, в принципе, не описывают, но есть некоторые состояния, как бы, по патогенезу, то есть по происхождению похожие. Вот если вам нормальный, корректный врач, которых, к сожалению, сейчас не очень действительно много, если он вам говорит, что вам стоит, тогда да, но чаще всего их прописывают, как бы, бездумно и, ну, совершенно бесполезно. Кефир можно, как бы, приятно, это нормализует пищеварение и без того, что там есть пробиотики, да, и просто за счет, как бы, своей структуры и так далее, и так далее. Поэтому, если у вас там, если вы пьете антибиотики, то пить кефир, но это, в общем, такой безопасный и, может быть, неплохой выбор, хотя, как бы, убедительно хорошо сказать, что это, наверное, нельзя. Китер-каллотерапия, она скорее полезна или полезна? Очень специальный вопрос. Наверное, ну, скажется, что из общих соображений, она полезна только, как бы, ну, в некоторых конкретных случаях, не то чтобы всем, да. Если вы услышали про какую-нибудь процедуру, которая полезна всем, не надо ее применять, потому что не существует, как бы, панацеи, в принципе, не существует процессов без побочных эффектов. Есть какие-то побочные, как бы, последствия, да, и если их нет, значит, эта штука просто не работает, да. Вот, поэтому, ну, как бы, еще раз, предметно сказать не могу, это нужно, наверное, спрашивать профильного врача. Китер, а как питаться вот здоровым в итоге? Да, самый важный вопрос, значит, забыл сказать сам. Я вам скажу формулу, вам она не совсем не понравится, значит, надо есть разнообразную еду и, желательно, немного, и двигаться побольше. Это сколько? Немного, это, значит, ну, есть, как бы, простое эмпирическое правило, которое, ну, реально работает. За стола надо вставать не объевшимся, а слегка голодным. Это действительно так, просто потому, что чувство насыщения приходит не сразу, да. Значит, так можно себе помочь это сделать, если вы едите медленно, а не быстро, не на ходу проглатываете все. Вы успеваете, как бы, дождаться того момента, когда у вас уже и глюкоза попала в кровь, и гормоны специфические начали выделяться, и когда вы уже действительно эту ситуацию почувствовали. Если вы, конечно, там, на бегу схватили, там, какой-нибудь гигантский пургер, да, то вы съедите намного больше, чем вам реально нужно. Если вы это считаете, то нужно иметь в виду, что вот эти все истории про подсчет калорий в еде, как бы, подсчет калорий, которые вы действительно получаете, история несколько более сложная, потому что, когда пишут про калории в еде, как эти калории, там, получили, просто сожгли, пьюду в калориметре, посмотрели, сколько тепла выделилось. Мы в реальной жизни выделяем питательные вещества по-другому, и по-другому мы их выделяем, в том числе, за счет, как бы, разных, как сейчас становится понятно, бактерий в нашем кишечнике. И сейчас, уже на крысах такие эксперименты были, и сейчас эта тема активно исследуется, выясняется, что наш вес в том числе зависит от нашей микрофлоры, и что если, значит, стерильным крысам пересаживали разные микрофлоры от худых крыс и от полных, значит, худые, вот эти стерильные крысы с полными, с микрофлорами от полных крыс, толстели, а от худых худели, соответственно, да, то есть это зависит очень много от чего, никакого здесь конкретного совета дать нельзя, кроме того, что, ну вот, переедать ту норму, которую обычно пишут, типа, там, около 3000 калорий, да, не стоит точно, да, и овощи, и, соответственно, и не овощи, и все на свете, да, любая монодиета это вредно, любая абсолютно монодиета это вредно, вот, а так, единственная здоровая диета, которая существует в природе, это есть поменьше, двигаться побольше. Значит, из 100% людей, которые садятся на диету, 99% людей обратно полнее. Есть, кроме сахара и витамина. А про соль скажите? В разумных пределах, как бы, соль, можно ее есть слишком много, это может быть, значит, плохо для людей, у которых есть склонность к повышенному давлению, потому что, там, значительное потребление соли приводит хитрым образом к тому, что давление растет, но, в общем, как бы, поэтому, там, пересаливать любой продукт, который вы едите, включая мороженое, это не очень здоровая история. Но, если вы просто солите еду, то, в общем, ничего страшного, в этом нет. Соль, в этом смысле, намного менее страшный белый яд, чем сахар. А что еще вы спрашиваете? Сладкого. Не всем. Не всем. Мне не хочется сладкого после этого. Надо просто отвыкнуть от него и потом не будет. Не есть. Знаете, это другая немножко тема. Сейчас, я сейчас поясню. Сейчас, я поясню. Это немножко другая тема, но это, как бы, тоже важный момент. Смотрите, дело в том, что наши вкусовые предпочтения, они меняются, ну, проще, чем кажется многим людям. Были исследования, которые показали, что в среднем для того, чтобы, значит, изменить пищевые привычки, требуется две недели. То есть, если вы две недели, то чуть-чуть, значит, будете, там, добавлять в свой рацион овощи хотя бы до этого недели, то через две недели это вам будет казаться здоровым и классным и вкусным выбором. То есть, также, если вы две недели будете ограничивать в желании сладкого после еды, значит, через эти две недели вам будет хотеться уже меньше. Мясо, я все, последний. И пару слов про вино скажите. О, про вино сейчас скажу. Про мясо, смотрите. Есть исследования, это, как бы, строго говоря, не совсем история про метаболизм, но, значит, с мясом нужно понимать следующую вещь. Во-первых, жареное мясо, ну, как и любой другой жареный продукт, содержит большее количество канцерогенных веществ, чем, там, вареный или печеный, или, там, пропаренный продукт. Да, самый высокий уровень это, значит, жареный, потом печеный, потом вареный на пару. Почему? Просто потому что температура приготовления, там, при жарке сильно выше, чем, соответственно, там, при варении. Когда вы идете до максимальной температуры 100 градусов, при этом многие молекулы еще не разрушаются, при жарке, там, 400-600 и больше градусов, при этом уже, как бы, термохимические реакции происходят, и образуются какие-то канцерогенные вещества. Самого по себе этого не нужно бояться, потому что канцерогенные вещества есть везде, и дело только в том, как бы, количестве, которое вы употребляете, но в этом смысле жареное мясо просто статистически это чуть-чуть, ну, как бы, менее хороший вариант. История номер один. История номер два. Сейчас становится показано, что люди, которые употребляют красное мясо, в среднем живут меньше, да, и поэтому есть просто эпидемиологические наблюдения относительно того, что красное мясо не очень рекомендуется, да. К любым эпидемиологическому, значит, данным стоит относиться осторожно, потому что они, строго говоря, причинно-следственных связей не показывают, да, и это могут быть просто коррелирующие вещи. Например, люди, которые, там, питаются этим красным мясом, что-то еще, как бы, они делают, что-то, может быть, нами неучтенное, что к этому приводит, да, но, на всех, ну, как бы, можно себя обезопасить их, как бы, если есть силы, и вместо красного мяса начать употреблять белое, с ним такой истории нет. С любым мясом, как и с любым, это важная часть, как и с любым другим продуктом, значит, если есть его слишком много, начинаются, там, проблемы, да, конкретно в случае, там, с мясом, если его есть слишком много, это слишком много белка, для того, чтобы обезвреживать, при, значит, расщеплении такого большого количества белка не все уходит в строительные вещества, да, что-то, значит, начинает разрушаться чисто для получения энергии, при этом образуется большее количество, там, некоторых кислот, которые почкам чуть сильнее, чуть сложнее выводить, и в целом, если есть только мясо, да, это приводит, как бы, к уменьшению pH крови, что не очень круто. Но для этого нужно вот только мясом питаться, да, это вот как некоторые диеты, не помню, кого там рекомендуют, поешьте мясо несколько дней, значит, там, будете худеть, и все такое, не надо. Это, это очень серьезная нагрузка на почки, это, ну, как бы, преступление просто такие диеты рекомендовать, особенно людям, у которых почки больны, поэтому, ну, как бы, общее правило такое же, разумное, красным лучше, ну, по возможности вообще, да, как бы, его употреблять меньше, а белое, ну, в разумных пределах, пожалуйста. Значит, смотрите, с вином история следующая, как бы, тоже эпидемиологическая, да, были данные, которые показали, что люди, которые употребляют, соответственно, небольшое количество вина, сейчас я поясню, что только небольшое количество вина, да, которые употребляют небольшое количество вина, в среднем живут дольше. И даже, значит, в вине стали находить вещество, нашли вещество, которое, в принципе, как считается, влияет на этот процесс, что если это вещество просто вводить, значит, крысам, то, значит, эти крысы будут жить дольше, да, что не значит, что человек будет жить дольше, но, как бы, неплохое предположение. И, как бы, один момент, да, заключается в том, что, вот, если мы говорим именно про это вещество, то крыс, оно увеличивает, как бы, продолжительность жизни в тех дозах, значит, которые эквивалентны литру вина в день. Литр вина в день – это чуть-чуть больше, чем рекомендуется по всем остальным, как бы, значит, историям, потому что, ну, как бы, те люди, которые есть такие, такая статистическая, есть те люди, которые употребляют литр вина в день, в среднем живут меньше, чем люди, которые употребляют, как бы, меньшее количество алкоголя. Поэтому сейчас известно, что, если вы, грубо говоря, в неделю выпиваете, там, 2-3-4 бокала вина, это нормально, это, как бы, кажется, что это каким-то образом ведет к увеличению продолжительности вашей жизни, но, опять же, причинно-следственных связей здесь никто еще не обнаружил, да, поэтому пить вино для здоровья – это, ну, так можно делать в шутку, да, но относиться к этому серьезно я бы, конечно, не стал, да. Да, там, водки в неделю, это, может быть, даже приведет к увеличению продолжительности жизни, да, может быть, да. То, что не приводит к уменьшению продолжительности жизни – это, вот, одна-две порции в день. Это к увеличению не приводит, но и к уменьшению не приводит, да, соответственно, одна-две таких дозы в день, там, и, грубо говоря, там, бутылочка пива или, там, стаканчик вина в день, действительно кажется, что, ну, вреда, в общем, не замечено, чтобы оказывали. Про кофе и про дровище. Еще раз, окей, я пока еще не раз говорил, значит, про дрожжи, значит, даже не знаю, если вы имеете в виду вот эти всякие какие-то сумасшедшие истории про то, что дрожжи гниют в вашем организме, это кошмар и вредно, это все полная чушь, ну, как бы, вот, ну, полная, как бы, ну, так, я даже не знаю, как, не гниют, умирают они в вашем организме, ничего с ними интересного не происходит, вот, они просто не могут в среде нашего желудка-кишечника прожить, и внутри нас с вами ничего, ну, как бы, как бы, ничего специально дополнительного не гниет, да, но там обрабатывается нами с вами, и у дрожжи никак на этот процесс, еще раз, не влияет, и продукты, которые содержат дрожжи, тоже в этом смысле не более вредны, чем все остальное, поэтому, ну, я не знаю, зачем бояться дрожжей, единственное, если вы как-то едитесь просто целиком, как и любые другие грибы, а дрожжи это грибы, они содержат хитин, и как бы его будет труднее устроить, но это какая-то очень странная история, объезды дрожжами так, чтобы вам этот хитин помешал, я, ну, может, в природе, такое кто-то делал, но он, мало вероятно, вот, такая сейчас не считается, что это наносит какой-то вред, и до определенного, как и всего остального, до определенного предела, этот предел, это типа 6 чашечек эспрессо, ну, или эквивалентных до всего остального, где-нибудь, примерно 6,8, да, то есть, если вы пьете меньше кофе, это не вредно, как бы, в принципе, вред от кофеина наступает, если выпивать больше 8 чашек кофе в день, вот, если выпивать больше, тогда наступает, если меньше, не наступает. А все-таки ночь есть на ночь, и за сколько часов, и время это как-то, ну, есть в этом суть? Значит, ночью процесс пищеварения, конечно, замедляется, это правда. Не останавливается. Не останавливается. Вот, на ночь есть не рекомендуют, значит, не готов сформулировать, как бы, точную, точную и правильную причину, да, но есть исследования, но к ним тоже надо относиться пока аккуратно, очень много к чему нужно относиться аккуратно, мы сейчас находимся, как бы, на том этапе развития науки, когда данных больше, чем проверенных данных, и очень важное качество сейчас учиться в них разбираться, в том числе самому, вот, и, значит, но, кажется, есть данные, которые утверждают, что просто в разное время суток, просто в зависимости от того, там, этапа светового дня, который сейчас происходит, разные процессы в нашем организме более активны, и более активно мы разрушаем, соответственно, питательные вещества, более эффективно из них получаем энергию в, значит, утром, да, и поэтому рекомендуют, ну, как бы, есть смысл в том, чтобы есть утром, да, вот, в этом смысле вечером кажется, возможно, да, это чуть-чуть менее хорошая история, да, спасибо, вот, значит, о чем я говорил, да, о том, что из, как бы, наблюдений, про которые я читал, ну, вот это, ну, то есть это соотносится с моим личным опытом, но вот сами статьи, которые, и мне кажется, что я читал, но я не уверен, что были описаны, значит, просто, как сказать, субъективные эффекты на утро, что человек, который не ел прямо перед сном, ну, как бы, чувствует себя с утра немножко легче, да, ему там, он чуть бодрее, и так далее, и так далее, с моими личными субъективными переживаниями он согласуется, но строго говоря ссылаться на это не готов, то есть вот про большинство остальных вещей, которые говорю, готовься кому нужно, там статью показать, в которой это написано, про это не готов, да, но кажется, что действительно не стоит. Баланс – это очень важно. Взрослому человеку, как его мерить, где это вообще мерить? Мерить никак. Ну как это исследовать? Вот теперь, что дать ей не хватает? Кальция или калий или еще что-то? Что делать-то? Хватает вам или не хватает, может сказать только врач, не как это сделать самостоятельно невозможно, для этого нужно сделать специальные анализы крови, нужно анализировать разные факторы, скорее всего об этом даже скажешь не анализ крови сам по себе, об этом скажешь совокупность факторов, которая известно, что связана с недостатком того или иного минерального вещества, И никто, кроме хорошего специалиста, вам про это не скажет. И никакого правила, как за этим следствием, знаете, нет. А если просто заранее посмотреть, чего тебе не хватает, чтобы не дожидаться, когда по факту у тебя что-то уже... По факту просто стоит, еще раз, разнообразный рацион и не очень много. И это в абсолютном большинстве случаев, вот есть всякие ситуации, еще раз, но в абсолютном большинстве случаев этого будет достаточно. Если вы сомневаетесь, то нужно сходить к хорошему врачу, да, я... Кому врачу, как он называется, терапевт? Значит, начать нужно с терапевта, с хорошего, еще раз, это, к сожалению, существенная проблема сейчас, потому что уровень образования в современных медицинских вузах, к сожалению, не очень высокий, и количество грамотных специалистов, оно реально не очень большое, да. Это серьезная проблема, да. Как бы, можно с чего, как сказать, какой минимальный критерий грамотного врача? Значит, минимальный критерий грамотного врача, это этот врач должен хорошо знать, ну, как бы, должен знать английский язык. Потому что сейчас вся медицинская наука, вся медицинская наука существует на английском языке. Если врач не владеет английским языком, можно смело разворачиваться и уходить. Он совершенно точно не знает, потому что он не в состоянии читать статьи, которые выходят прямо сейчас. Он не знает, что происходит в медицинской науке прямо сейчас. И он не в состоянии следить за современными успехами медицины. Это минимальное требование. Анафероны и всякую такую ересь при простудах. Если, значит, где рекомендуют, где рекомендуют, соответственно, там, нормально, где рассказывают про нормальную медицину, если кому интересно, есть, ну, это правда, я его только знаю, по сожалению, в Телеграме, в Телеграме канал называется «Намачи Манту», и он здесь очень грамотный, да, и это можно делать и вообще без проблем. Вот, да, значит, не вообще ничего страшного. Вот, значит, называется «Намачи Манту», там, как бы, очень грамотные медицинские журналисты, значит, есть очень грамотная история от очень грамотных врачей, вот, как бы, и там такие истории описываются, в том числе, они иногда рекомендуют, ну, как бы, рассказывают про какие-то там конкретные клиники, где такие врачи есть, они есть в Москве, да, но, к сожалению, их не очень много, и это чаще всего довольно дорого. Вот, это то, что касается, как бы, вообще врачебного дела. Еще какие-то вопросы есть? «Намачи Манту» есть, но у них есть канал, по-моему, да. «Палеодиета» — это ересь или? Ересь, полная ересь. «Палеодиета» — это диета, значит, такая, которой пытались люди, там, за, там, две тысячи лет до нашей эры, за пять, за, там, сорок лет тысяч до нашей эры, значит, простой статистический факт, люди, которые питались «Палеодиеты», жили в среднем до двадцати шести лет. Из известных, как бы, вот, как бы, правильно сформулировать, пищевых, как бы, целых комплексов, да, в среднем считается, что рекомендуется то, что называется «народные кухни». Вот народные кухни, они более-менее сбалансированные. Из конкретных примеров, допустим, там, среднеземноморская кухня считается очень, как бы, таким неплохим выбором, который сочетает в нормальных количествах, там, фруктов, овощи, мясо, все на свете, да, и, в общем, это, там, более-менее здоровый выбор. Но, в принципе, если вам не нравится, там, конкретно среднеземноморская, то традиционная, вот, как бы, там, русская кухня, да, вот, ну, там, и с шами, и, там, со свекольниками совсем на свете, да, это, в общем, тоже считается нормальным вариантом, как и традиционная мексиканская, и какая-нибудь еще, да, если люди там люди не любят. Вот, интересный вопрос, можно, по, как раз, по среднепродолжительности и по среднеземноморской кухне? Вот, среднепродолжительность максимальная сейчас в Японии, так, и, значит, Виталии и Франции. Так. Ну, вот, Виталия и Франция, вроде, как это среднеземноморская кухня. Ну, кухня, это же далеко не единственный факт, правда? И вот вопрос, кроме кухни, что здесь еще? О, ну, это отдельно, это вопрос про старение, вообще. Нет, 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 именно вопрос... Просто что кроме кухни может влиять? Ну, то есть, вот, смотрите. Воздух, работа, уровень жизни в целом. Нет, нет, климат. Климат? Да, именно в питании, но не в рамках кухни. Ну, то есть, вот, считается, вот, например, такая идея есть, что, например, понедоры, они хороши, но их много не съешь. И итальянцы придумывают такую очень хитрую штуку. То есть, они их варят, получают кетчуп, и таким образом компонент более высокой концентрации идет. И, соответственно, сахар там тоже более высокой концентрации. Да, но они живут даже. Сейчас, как правильно саккумулировать. То, что по одному продукту не стоит делать таких выборов, выводов, правда, да? Потому что они едят более концентрированные помидоры, не стоит делать вывод, что именно более концентрированные помидоры приводят к увеличению продолжительности жизни. Еще раз. Да, я вот тоже думал, секунду. Я вот тоже думал, что в этом завязана, как бы, ну, диагностика детальная. Про их кухонцев так говорят сейчас, что они, вроде как, это постоянно занятие... Еще раз, большая продолжительность жизни зависит далеко не только от диеты, далеко не только. Поэтому вообще считать, что итальянцы живут дольше там, да, или там в среднем дольше от диеты некорректно. Они могут жить дольше от того, что у них там мягче климат и в целом построена, значит, жизнь так, что они там меньше там в течение жизни напрягаются или еще что-нибудь. Только вообще некорректно считать, что их диета более здоровая. Просто на основании того факта, что они больше живут. Про среднезнаморскую, я так говорю, потому что были отдельные исследования именно среднезнаморской диеты, не ее влияние на продолжительность жизни, да, а вот именно, как бы, на вероятность, там, если лечь сосуды, дистрицы забывания и так далее, и так далее, и так далее, а не не на, как бы, вот, именно там, долгожительство. Долгожительство другая история. Диагностика так долго живут? Нет. Я не слышал. Да. Есть рекомендации именно организации здравоохранения по поводу того, как выглядит здоровый рацион. Вы их не поддерживаете? Почему? Он, например, так выглядит разнообразная пища. Ну, там просто есть конкретные градации, что, такие вилки, да, что здоровый рацион состоит на 40-50% из сложных агреготов, что есть разные группы, да, до 30% это белки тоже из разнообразных, естественно, продуктов, и там до 30% жиры, если я не ошибаюсь. Всего получилось 110, но примерно... Ну, там, там же вилки, да, поэтому я беру до... Нет, почему? То, что вы сказали, это просто чуть более предметное описание того, что я имею в виду под разнообразным питанием, да? Ну, как бы... Примерно порву. Примерно. Просто, а вот к сложным углеводам вы что именно относите? Я к сложным углеводам отношу, значит, полимеры глюкозы разнообразные. Вот, значит, сейчас я поясню, да? Но конкретно имеется в виду продукты, в которых есть, а, клетчатка, ну, клетчатка сама по себе не усваивается, B, ну, там, крахмал или аналогичное ему соединение. Да, ну, в основном имеется в виду крахмал. Сын? Не про тебя, когда слышу, что так говорили. Во-вторых, значит, разумно в этом только то, что в картошке, селекционной, то, о чем мы вспоминали, вероятность того, что будут какие-то ядовитые вредные вещества, ну, как бы, относительно высока, да? Но сейчас все-таки за этим стараются следить, после истории с солонином, когда действительно довольно много народа травилось. А так, просто нужно учитывать, что картошка – это единственный вид в своем роду, который не ядовит. Такая же белый рис. А что белый рис? В смысле, тоже говорят, что вредный ядовитый и все остальное? Ну, да, то, что, нет, даже не то, что белый ядовитый, а то, что вот неочищенный рис такой какой-то, коричневый. А, ну, это, говорят, значит, в связи с тем, что в шелухе риса содержится некоторое количество витаминов. Ну, смотрите, опять же, это существенно важно в случае там рационов несбалансированных, да, когда вы эти витамины не получаете другим способом, да. То есть, грубо говоря, когда речь идет про беднейшие слои заселения Китая, да, у которых другого источника этих витаминов не будет, да, то, да, им существенно есть неочищенный рис, вам непринципиально. Вы получите эти витамины, там, из желтого перца, там, или из помидора, или еще откуда-нибудь, да. А, как бы, логика примерно такая. Все-таки необработанные риса, я... Ну, там больше крючанки, да. Что же влияет в процессе расщепления, и, соответственно, больше... Не столь существенно, да, то есть, ничего прям плохого в белом рисе, если вам нравится почему-то белый рис, нет. Тут, как бы, ну... Вы должны еще получать, по-моему, потому что жить долго, и имеется в виду, что от жизни получать удовольствие. Вопрос, а там не содержится какое-то хилатное оседение, которое кальций уедет? Нет такой информации? Я вот слы... Интересный вопрос, наверное, не готов ответить. Не знаю, нужно уточнить. Ничего так, по такому не статистику. То есть, с любой статистикой, такой эпидемиологической, нужно аккуратно. Вличина-следственная связь, она, строго говоря, не показывает. Не знаю, очень специальный вопрос. Ну, я не читал, не готов сказать. Из того, что часто обвиняют в том, что она связывает кальций, там, и кошмар, и ужас, это, значит, пальмовое масло, и это все полная фигня. Ну, потому что кто-то решил, как же так, что это очень вредно. А, ну, то есть, у вас факты вне? Нет, нет, ну, как сказать, любое неочищенное масло, да, вредно. Любое, как бы, масло, как бы, с невысокой степени очистки, это не очень хорошо. Пальмовое может быть, как бы, единственная разумная причина его запрещать, только если технология его отжима какая-то более сложная, и его там, слушай, потом чистят. Я не уверен, так ли это, в любом случае, это обходится, поэтому, если запрещать, то не пальмовое масло, а вот, как бы, такую технологию его приготовления. Вы что, нет? А вот эти все измешившие, какие-то, какие-то... Есть в любом банане, киви, помидоры и так далее. Вот эти училители... Вот, да, в любом банане, киви, помидоры и всем остальном, этих Е такое же количество, как в любой ненатуральной пищи, ну, там, ненатуральной, условно. Эти Е, это просто, как это правильно сказать, это роль этого продукта, как это сказать, у вас любая кислота будет являться, там, значит, кем, как это называется, господи, по-русски, любая кислота будет являться пренсервантом, потому что она мешает жизнедеятельности бактерий. В любом лимоне, там, яблоке и так далее, эта кислота тоже есть. Она ему нужна немножко для другого, но для этого в том числе, да? Эта кислота из списка Е, оно или его аналог есть в любом натуральном продукте, в том числе в любом овощи или фрукте. Которые вот в составе соль и лосось, а на другом написано Е, 300 какой-нибудь и куча других, вообще не важно, не принципиально. Чаще всего это не принципиально. Сонитогий имеет кодировку Е. Да, соль, как и любое другое вещество, имеет кодировку Е, в том числе, там, кодировку Е имеет, я не знаю, но там вот удивительно, что еще никто не спросил про кодировку натрия, который тоже там Е какой-то там, который все ужасно боятся, он, это самая распространенная аминокислота в мире, которая содержится в составе любого белка вообще, и когда вы едите любой белковый продукт, вы ее употребляете. Из запрещенных Е же есть какой-то элист? Из запрещенных Е не добавляют в продукты. Ну как бы... Ну а про ГМО есть же эксперименты, когда у крыс и прочих животных прекращалось потомство через... Есть люди, которые, значит, так сказать, есть подлог и обман, есть плохая статистика, да, есть безумные эксперты, которые говорят ахинею и ересь, реальных экспериментов, в которых подтвержден хоть какой-нибудь вред ГМО, действительно нет вообще ни одного. Есть эксперименты знаменитой Сиролини, в которых показывали, что, соответственно, значит, у крыс, которые питались ГМО кукурузой, и, значит, увеличилась вероятность рака, но только одна, как бы, такая, как это сказать, пикантная деталь, он для этих экспериментов брал линию крыс, у которых вероятность того, что у них будет рак, что-то в шесть раз выше, чем в норме, да, и как бы ровно во столько раз у них чаще рак и встречался, чем, типа, у контрольной группы, которая просто была, не имела склонности к раку, да, то есть там никакого эффекта от реальной ГМО кукурузы не было. То есть, так же, никаких экспериментов, которые какую-нибудь там показывали уменьшение фертильности, да, там у детей в сколь угодном поколении уже много лет изучают животных, да, которые, соответственно, ГМО употребляют. Никаких экспериментов, доказывающих, нет, и из общих соображений никаких оснований считать, что они должны были быть, абсолютно нет. Технология ГМО и продукты, которые, соответственно, получаются геновидефицитным путем, изучены в гигантское количество раз лучше, чем те продукты, которые лежат на полках магазинов. Да, каждый раз, когда вы приходите на полку магазина, вероятность того, что вы отравитесь чем-то, каким-нибудь волшебным образом, что, значит, там лежит в сотни тысяч раз меньше, выше, чем вероятность того, что вы проверенным на протяжении 30 лет геновидефицитным продуктом отравитесь. Еще раз, никакого абсолютно доказанного вреда не существует. Статьи, те статьи, которые еще когда-то публиковали, уже давно отозвались гигантским скандалом и с потерей репутации исследователь. Можно? Не уверен, что отвечу. Значит, возникает стопроцентная зависимость после первого стакана? Нет, стопроцентная не возникает никакого. Ну, хорошо, высокая зависимость считается, так что так. Есть какие-то исследования? Есть, у них немножко по-другому устроен метаболизм алкоголя. Метаболизм алкоголя состоит из двух этапов. Значит, на первом этапе алкоголь превращается в отцепридегид, а на следующем этапе отцепридегид разрушается, соответственно, до уксусной кислоты, которая потом в дальнейшем превращается в другие соединения и выводится с... Ну, короче, в углекислый газ он так и превращается. И у европейцев и у азиатов, у них немножко по-разному работают ферменты, осуществляющие первый и второй процесс. И от этой разницы там, ну, как бы, есть некоторые физиологические отличия в эффекте алкоголя на разных людей. Тут история в Корее не в том,